Всем доброе-доброе утро! Меня зовут Анна, у меня 43, это канал Вопросы Женские, и это мой сонный голос. Сейчас 8.30, я должна прибираться, пока что с вами чуть-чуть поболтаю, это гораздо веселее. Утро я начинаю с того, чтобы отправить детей, одеть их в садик, отправить с папой, и с чтения ваших комментариев. Да, мне вы пишете, что у нас два санузла, и мы круто живем. Дело в том, что на Парнасе у застройщика Главстрой во всех трешках два санузла обязательно, и во многих двушках тоже два санузла. Это делается для чего? Один при входе, считается, но у нас он что-то не очень-то при входе, но как бы для кого-то, кто зайдет, например, гости или рабочий, или кто-то. И дальний санузел как бы для себя, ну вот так считается. Смотрите, что тут творится в детской, почему? Потому что вчера Даня был очень много времени один, ну, Тёма включал ему мультики, но тем не менее он все-таки здесь играл. Под ковром даже игрушки, тут нельзя ходить вечером, нельзя было пройти, и сейчас можно на что-то наступить очень мелко и очень больно. Тут полный разгром, я попробую это прибрать, я уже немножко выпила чаю и съела четвертинку булочки. Дети встали плохо, легли поздно вчера, Вика отказалась сегодня переодеваться, и Даня уже стоял в куртке. Я сказала, что не одевается девочка. Это у нас такой тут девочковый уголочек с куколками. В общем, везде бардак. Вчера тоже укладывались мы плохо. Вот, положила ремень, сказала, буду бить. Не знаю уж, что они там подумали, но это только Вику касалось. В общем, то хочу игрушку, то не хочу игрушку, так до 11. Дане даже пришлось вчера уйти в ту комнату, и лег спать он у меня в комнате, пока я тут с Викой договаривалась. В общем, караул у нас, что с девочкой, хочу светофор, не хочу светофор и так далее. Не знаю, как с девочками договариваться. Так, в целом ничего страшного, ну, просто вот нужно поприбираться. Дальше у меня по плану снять вам сегодня все-таки обещанную ювелирку, то, что я покупала, как распаковку. Конечно, самые внимательные зрители уже заметили новые украшения на мне, но я все-таки хочу их показать вблизи, похвастаться. Привыкаю к этой челке. Вообще-то интересно, постриженная челка аркой вдруг укладывается на бок, причем она забыла, что она аркой, и она мне произносит, косую челку носят вот так вот. И давайте я вам подавью вот так брашем, она еще сделала брашем. То есть она думает, что это косая челка. Нормально все? Ну, хорошо, пускай думает. Вроде она кажется пышнее, да? В любом случае, девчонки, когда сходишь, тебя причешут, это лучше, чем ты притерешешься сам. Во всяком случае, в моем варианте точно. Были бы деньги, я бы раз в три дня ходила бы, наверное, делала бы такую. Это же даже не укладка, это просто так. Ну что, все, поехали, будем прибираться. Вам хорошего дня. Все-таки рабочие будни начались. У кого маленькие капризные девочки, посоветуйте мне, пожалуйста, что делать с этими всеми истериками. Хочу, не хочу. Каждую минуту все меняется. Не знаю. Все как у взрослых девочек. Да, огромное спасибо за то, что пишете комментарии. Вот это я забыла сказать. Слушайте, я сейчас сходила, короче, 30 раз уже в комнату за штативом. 30 раз уже все убрала по пути, все убрала в комнате и забыла взять штатив. Короче, сейчас пошла четко за штативом, короче, он пропал. Сейчас попробую куда-то устанавливать камеру, ну как получится. Нашла в прихожей, спрятала повыше, высоко-высоко, на полочку, в уголочек, чтобы никто не видел. Ну что, друзья, сегодня для вас совершенно утренняя мотивация. За окном еще темно. Я подумала, я не снимала вот эти моменты, ведь это я делаю каждый день, как только они уходят. Единственное, что не всегда так много раскиданных игрушек. В принципе, заправка кровати, все это происходит сразу, как только дети покидают квартиру. Пока что дети сами это не делают. Я подумала, вдруг вам интересен такой формат. Вы обязательно мне напишите, интересна вам уборка в детской или нет. Так, ну что, немножечко покомментирую, что я тут делаю. У нас вот такая сейчас пошла у Вики мода новая. Она ходит в пижамках. Она приходит из садика, сразу одевает пижамку. Через какое-то время ей кажется, что нужна другая пижамка. И так она может поменять 2-3 пижамки, просто по своему настроению. А еще она может их облить или намочить рукава. И получается у нас очень много пачкается пижам сейчас. Я их все время убираю. Даня просто любит переодеваться, но при этом одежду он не пачкает. Он просто поносил одну футболочку. Ему вдруг захотелось на ужин пойти в другой футболочке. И все это вообще планомерно кидается на пол. Вот пытаюсь приучить, чтобы хотя бы на комод. И получается за вечер, буквально дети дома там 3-4 часа до отбоя, у меня вся комната потихонечку обрастает одеждой. Хотя никакой особой нужды переодеваться нет. Вот вы видите, он переодевал вчера носочки несколько раз. В одних он скользил, по кафелю катался, в других он куда-то наступил. То есть вообще можно спокойно ходить в одной домашней одежде, и у нас это не происходит никак. Мне вот даже интересно, у кого-нибудь еще дети переодевают одежду просто так? Взял, пошел, переодел. Не предупредил, не спросил. Вот раз, ну Вика, конечно, нуждается в помощи, я должна сама ей надеть пижамку, но Даня просто вот пошел, переоделся. Вот такая вот у нас новая мода взялась откуда-то. Сегодня у нас вторник, сегодня у меня каких-то там дел, куда ездить, нету. Единственное, что мне нужно сделать флюшку, и я планирую пойти туда с Данечкой сразу после садика. Вчера ходила с Викой к терапевту, сегодня с Даней на флюшку. Не знаю, как это будет. Ну вот, смотрите, один уголочек я уже разобрала. Завал одежды на комоде и Викину кроватку. Так, дальше сегодня, что я хотела сказать? Хотела сказать, что, в принципе, сегодня получился у меня полдня как бы без планов, пустой день. Ну, кроме домашней уборки, готовки, съемки, монтажа, забора двух детей в разное время из садика, абсолютно пустой день. Я, на самом деле, думаю, как провести это время, но уходя, Викуся мне закричала, забери меня после обеда. Это она услышала от Дани эту фразу и стала повторять. Я подозреваю, что она частично уже понимает, что она просит, и не станет ли она меня там ждать. Вот. А если она меня ждать не станет, то у нас с Данечкой высвободилось, получается, там часа три свободных. И думаю, я не съездит ли нам вообще на метро в центр города без Вики. Это насколько легче. У меня есть небольшой план, но не знаю, вот, решусь я сегодня на него или нет. Там надо много ходить, на улице скользко. Вот. Получится, не получится. Есть одно местечко, куда было бы неплохо нам отправиться. В общем, все, что сегодня произойдет, я вам обязательно покажу. Единственное, что буду делать очень короткие включения, иначе видео затянется. Ну что, я меняю простынь, могу сказать свое отношение к смене постельного белья. Я не могу сказать, что я прям люблю менять постельное белье. Но это не мое нелюбимое дело. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Может быть, отчасти, потому что это происходит все-таки довольно редко. Это не каждодневное занятие. Но я знаю, что есть люди, которые категорически ненавидят менять постельное и сделают все, чтобы только переложить это на окружающих. Но ничего в этом страшного нету, я думаю. Данечка вообще молодец. Он ничего не пачкает. Можно вообще не менять ему постельное никогда. Но иногда все-таки нужно, наверное, это делать. Продолжение следует... Также вы мне пишете... По поводу оборванных обоев. Да, подписчик мой Андрей. Ничего в моей жизни особо не изменилось за последние 20 лет. Вот на каком я была социальном уровне, на том и осталось. Значит, у нас в квартире очень много косяков на самом деле. Ремонт этот делался к рождению Данечки. То есть в 2016 году. К его рождению должен был быть закончен ремонт. Данечка родился на 2 месяца раньше, в апреле. Ну, вы понимаете, что такое 2 месяца для ремонта. Что-то еще можно было успеть. Что успели, то успели. Дальше мы сюда пытались не переехать, но все-таки еще 6 месяцев, и мы переехали сюда. И дальше ремонт остановился. Ну, то есть при маленьком ребенке, который еще не ползал. В общем, тут невозможно было делать ремонт. Дальше у нас финансовая дыра в яму. Если кому это интересно, номер карты в описании канала. Можете, как говорится, поддержать канал. Можете поддержать наши обои. Короче говоря, дальше серьезного ремонта не происходило. Все, что мы смогли сделать. Вот в этот шкаф, уже когда въехали, мы смогли купить вот эти зеркальные двери. Мы какими-то безумными усилиями смогли повесить люстры. Мы их даже не купили, ребята. Они офигенские. У нас нет карнизов, и вообще у нас очень много чего нет, чего не попадает в камеру. На самом деле я подумала, что раз такой вопрос по поводу обоев возник, да, обои это отдельная Данина тема. То есть он вот так вот просто снизу подходил и вот так вот их обрывал. И совсем недавно это закончилось, и подросла Вика, и она так же подходит, и вот так снизу обрывает обои, ну просто да, это самое, могу показать. Вот так это выглядит. Поэтому я решила, я вообще сниму отдельное видео, которое будет называться что-то типа «Косяки ремонта в нашей квартире». Это будет видео для нас, и вы заодно посмотрите. То есть у нас это будет напоминалка, что нужно сделать. У нас есть крупные недоделки, мелкие недоделки, у нас есть любые недоделки. И я только сейчас начинаю нормально работать. Вот сейчас у меня шесть уроков в неделю. Это, конечно, очень-очень мало. И всё это время папа нас содержал один, как вы понимаете. Нас всё-таки пять человек. Ну, Тёма, да, Тёма сам, но он, всё, что он зарабатывает, он вкладывает в свои бизнесы. Это отдельная тема. Но всё равно кормить надо пять человек. Помимо этого были бесконечные памперсы, бесконечные какие-то, я не знаю, платные прививки, платные врачи. Сейчас, слава богу, вот этот младенческий возраст позади. Такие деньги уже врачам не нужны. Короче говоря, у нас ничего такого фееричного в квартире нет. Вот что успели сделать до конца шестнадцатого года, то и сделали. Вот так вот. То есть в апреле Данька родился, а переехали мы, кажется, кажется, мы где-то в январе в следующем переехали. Ну, конечно, это уже не особо ремонт. Уже папа приходил и мне скорее помогал. Но даже когда родился Даня, но мы ещё не переехали сюда, всё равно это уже не дело. Это уже надо много денег, чтобы кто-то делал за тебя. Сам папа уже ничего делать не мог. А так большую часть здесь он сделал сам. Ответила про то, что обои оборваны и про то, что люстры там нету в кухне. В общем, я вам сниму отдельное видео, прям пройдусь по квартире. Этого нету, этого нету. Вы будете в шоке, что у меня не попадает в кадр. Вы просто будете в шоке. И как в любой съёмке, кто сталкивался, может попадать в кадр, там только что-то самое красивое. Вот я могу тут сидеть, вещать, даже без этих батареек. И все будут думать, как у них красиво в квартире. Но нет, к сожалению, это не так. Так, продолжаю. Я хотела сменить постельное Вики тоже, но я уже сил у меня нету. Эти матрасы поднимать очень тяжело. Вот этот матрас вообще какой-то нереально тяжёлый. Простыни у нас все на резинках. Эту где-то папа ездил по объявлению покупал. Для детской кроватки из Икеи на резинке. Всё только на резинках, потому что иначе дети просто всё сворачивают. Вот, поэтому, чтобы поменять просто, надо поднять матрас. Вот, пока что я что-то не готова два матраса подряд поднять. Смотрите, ещё всё время попадается в кадр вот это украшение. Это подарили мне когда-то мои пациенты. Я прям вот так ему радуюсь, этому дереву мандариново-ананасовому. Ещё у меня там сидит маленькая... Кто ты? Ты кто, фрок? Господи боже. Лягушка, вот. Маленькая лягушка. Чаще английский уже учим с детьми, чем русский. Видно её, не видно? Маленькая такая. Она считается, что деньги приносит. Вот, а это всё из камня сделано. Так, продолжаю. Самое сложное в уборке детской комнаты, это, конечно же, сортировка. Чем отличается уборка во взрослой комнате? Что ты просто положил свою одежду на место и просто протёр пол и поверхности от пыли. В детской, пока ты дойдёшь до этого пола, пройдёт ещё час. Хорошо, если не два. На сегодняшний день не высыпан конструктор или два-три конструктора в перемешку. И хотя бы это не нужно сортировать. Но, тем не менее, вся моя организация хранения терпит крах. Точнее, она держится, пока к ней не подходит. Как только к ней подходят дети, всё это рушится. Все мои попытки класть что-то на места, в какие-то коробочки. Просто вот вы видите, взята коробочка, там были медицинские принадлежности игрушечные. Всё вытащено, кинуто на пол и коробочка даже забыта. Ну, пытаюсь, пытаюсь приучить как-то, пытаюсь сама убирать хотя бы это всё не горами. Ну, на самом деле, я сейчас хожу к новым ученикам домой. И я вижу, что гораздо меньше у людей игрушек. Да, гораздо меньше. Либо, может, я не в той комнате у них нахожусь. Или, может быть, они чуточку-чуточку старше уже игрушек нет. Вот одной девочке 6-7 лет, и мальчику другому, кстати, тоже 6-7 лет, у них совсем нету игрушечек, только один ящичек под кроватью, и всё. Ну, уже дети в телефончиках, уже дети в планшетах, в телевизорах, и совсем-совсем мало играют. На самом деле, грустно как-то даже. 7 лет уже не играют. Мне кажется, что я долго играла, и старший сын мой тоже играл долго. Ну, может, не прямо в игрушки, но в какие-то лего-конструкторы. Видите, получается палка о двух концах. Как бы хочется порядка, но чтобы дети прям совсем забросили игрушки и сели с телефонами на весь вечер, тоже я вот это не хочу. Я хочу как можно дольше. Кстати, по поводу планшета. Планшет прекрасно показывает мультики, спасает меня. Но, оказывается, я вообще молодец. У меня дети даже не догадываются, что в планшет можно установить игры и там играть. А уже наши ровесники некоторые уже играют в планшеты. И даже часами в 4,5 года очень трудно у них отобрать, если у них появляется свой собственный планшет. Я же сказала, что планшет у нас детский, но он именно для мультиков. В руки его брать нельзя, дотрагиваться нельзя. Почему так строго? Потому что у нас Викуся маленькая, и она просто его расколет. Потащит, потянет, начнут ссориться, и он упадет. А Даня, конечно, мог бы им пользоваться, но я пока что не хочу показывать, что в планшет можно играть. Может быть, я туда загружу какие-то развивающие игры и тогда разрешу. Но видите, уже сразу я вижу, какая будет проблема. Они начнут драться, кто играет. Вот так вот. Ну что же, я с вами немножечко поболтала. А сейчас я включу музыку, и вы тоже приступайте к каким-то своим важным делам, к каким-то разборам, уборкам. Либо же просто наливайте себе свой любимый напиток попить и устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну что, еще пару слов хочу сказать в пользу уборки. Все-таки это девочки, мальчики, физическая нагрузка, которая нам необходима. Кто не любит делать зарядку, пожалуйста, делайте уборку. Немножко я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее, при любых заболеваниях очень даже полезно шевелиться. Я, кстати, думала, что с этими моими проблемами с суставами, которые появились недавно, нужно как-то себя беречь, как-то там, не знаю, лежать. А вот тут врач мне сказал, оказывается, нужно шевелиться и избегать статических поз. А что такое статическая поза? Пять минут посидел, полежал, вот тебе статическая поза. Так что шевелимся, двигаемся и продлеваем свою активность, так сказать. О, какие у меня старческие разговоры начались. А это вы в шкафу, в темном, извините. Оп, ку-ку. Тут вообще как? Становится чище, нет? Со стороны. Я уже вся устала разбирать эти мелочи. Это жесть, девочки. Это цена моего трехчасового отдыха. И мальчики. Еще под ковриком все мелкое. Вся уже отдышаться не могу. Ой, как научить детей убирать одну игрушку и брать другую? Или это невозможно? По вашему опыту вспомните, в каком возрасте дети начинают убирать за собой. По опыту моего старшего ни в каком возрасте. Вот, уборка у меня остановилась. Стою вот на этом стульчике детском, потому что штатив вот там стоит. И читаю ваши комменты. Видите, как все по-разному. Кого-то воодушевляет, когда приходишь в салон и тебя причесывают. А кого-то, наоборот, расслабляет. Но дело в том, что для меня это вообще поход такой вот хоть куда-то без детей, где вообще нет никаких детей. И потом все-таки, ну, какое-то, знаете, ощущение, что ты все-таки женщина. Потому что здесь ощущение, что ты домработница. На кухне ты кухарка, здесь ты домработница, там ты учитель. В общем, все время какая-то обслуживающий персонал. Да, учитель, обслуживающий персонал, хоть даже уважительно относятся, все равно. И кто готовит, и кто убирает, это все обслуживающий персонал. Поэтому дома себя человеком вообще не ощущаешь. Но ничего, в нашу гавань тоже заплывут корабли. И скоро дети вырастут, не будут ныть. И спокойно я пойду по ресторанам. Ну, еще для этого надо чуть-чуть заработать. И обратно вернуть в свой образ жизни. Кто знает меня много лет, ну, точнее, не шесть последних, а перед этим, я вообще жила всегда в ресторанах. Такая у меня была жизнь. И, кстати, от этого пострадал мой желудок очень сильно. Не ешьте в ресторанах или очень выборочно. Вот, поэтому салон для меня, это именно вот какой-то такой релакс, именно женский. Ну, у меня, наверное, такой темперамент, что я не могу уйти прямо вот в отдых. Что, а, я расслабилась и все. А тут вообще не до отдыха, короче, пока что. Ладно, сейчас я все приберу, покажу вам результат. Я честно уберу, просто чтобы вас не утомлять. Я не буду это запихивать одной огромной кучей в мешок и в шкаф, честное слово. Кстати, пока я убираю, вы можете тоже взять какой-то ящичек и перебрать какие-то завальчики свои мальчики. Девочки, кто что может, у кого под рукой маленький завальчик, возьмите маленький, там, бардачок, ящичек. У кого большой, возьмите большой. Смотрите, включила и прям поинтереснее стало, да? На улице туман, вообще просто там что-то, ничего не видно. Нет, ну что-то видно, но я люблю, когда кат видно из окна. Как не видно. Ну что, передохнула, прибираюсь, а то скоро завтракать захочу. Вот такие игрушки не дарите никогда никому, дарите лучше деньги. Но что это за игрушка, которую нельзя убрать? Она вот, вот эта коричневая часть, она не разбирается вообще. Вот она, основная часть. Ее никуда не убрать. Ни в шкаф, ни на полку, ни в ящик. Никуда. Она о гигантских размерах. Никогда никому не дарите такие игрушки. Пускай родители сами покупают, если им надо. Я вообще в шоке. Это очень крутая вещь, она стоит тысяч шесть, кажется. Это маяк щенячьего патруля, кто в теме этих мультиков. Там еще есть база щенячьего патруля. Тоже огроменная, но хотя бы ее можно в сторонку поставить, хоть она не длинная. Еще есть трек из того, что вообще никуда не убирается. Еще есть, не знаю что, а, PlayStation. PlayStation, которую тоже, конечно, мне не дадут никуда убрать. Она должна быть на видном месте. Вот. Это к вопросу об уборке. Вот как завершить уборку. Я не понимаю, куда этот маяк будет. Ну вот, прошло еще немного времени. Дорогие друзья, стало чище. Зацените. Осталось протереть пол. Если у меня будет на это время и силы сегодня, я обязательно сделаю это с вами. Так, а пока что я дико хочу есть. Я все, я вообще уже не могу, как я хочу есть. Та четвертинка булочки куда-то провалилась. Понагибалась. Все. Считайте физической нагрузкой. Вообще, утро хотела с зарядки с вами начать. Но почему-то увидела эту комнату и все. Началась комната. Сейчас я зажмуриваюсь просто и не смотрю ничего на кухне, как там не прибрано, как там ужасно все. И вам тоже не показываю. И беру просто еду, подогреваю и ухожу в спальню кушать. И буду вам показывать то, что мне Тема прислал. Вот. Значит, у меня сегодня для вас еще две приятные части видео. Два приятных эпизода. Один про потрясающий подарок. И другой про ювелирку. Все. Всем приятного просмотра. И если вы что-то уже разобрали, обязательно сядьте и скушайте что-нибудь вкусненькое. Ну, только маленькое. Это будет мой завтрак. Еще хочу сказать спасибо огромное за комплименты моему платью. Оно этого действительно достойно. И да, если бы было какое-то еще удобное платье, я бы вообще не вылезала. Ну, вот. Это что-то периодически я про него забываю как-то. Ну, да. Оно вообще идеальное, это платье. Это просто супер. Да, скажите, что оно супер. Вот такое. Оно главное вообще синтетика, но в нем почему-то легко. Оно такое тоненькое-тоненькое. Вот такое тоненькое платьице. Ура, я кушаю. Я думаю, здесь грамм 150 с сосиской вместе, может, чуть больше. Я вас мотивирую есть маленькими порциями. У каких бы врачей я ни была и какую бы диету кто ни прописывал, все сводится к маленьким частым порциям, к дробному питанию. Если у вас нет возможности, господи, девчонки, я вчера вообще смотрела такой есть канал, где мама, она работает, и она за неделю выкладывает меню. Господи, я понимаю, что она работает, но так есть нельзя. Бутерброды, 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 наггетсы. Не знаю, кто смотрел вчера, нет, я вообще в шоке. Я, короче, считаю, что можно вполне сосредоточиться дома и взять себе с собой кусок мяса. Кусок мяса, кусок курицы, хлеб, вполне можно взять огурец, помидор. Ну, что ж такое, есть всю неделю бутерброды, но пока молодые, наверное, хорошо им, здорово, все, наверное, переваривается. Хотя она оговорила, что до обеда ей не хватает и очень хочется есть в офисе, но я в шоке. Ну, как так можно есть и еще снимать об этом видео, главное, что, да, они неправильно питаются. Вот я вас призываю все-таки правильно питаться, хотя бы немножко правильно, маленькими частыми порциями полезную еду. Во всех любых диетах, при любых заболеваниях, я вам четко говорю, каши можно, только в каких-то диетах молочные нельзя. Овощи вареные можно, поэтому куча есть продуктов, которые можно кушать вместо какой-то там покупной сухомятки. Это я для тех, кто не может дома кушать. Ну, а кто может дома кушать, так вообще замечательно. Раздроби себе питание, дожуй по чуть-чуть. Так, дорогие мои любимые, я все еще не привела себя в порядок, но зато я позавтракала и вся довольна. Итак, сейчас на моем канале будет реклама. Я все еще надеюсь зарабатывать деньги на ютубе, чтобы это была хоть какая-то, ну, хоть не основная моя занятость, но хоть какая-то, половина моей занятости. И Тема подыскивает мне разные предложения. Я ему говорю, Тема, мне все равно, что рекламировать, я хочу зарабатывать деньги. Но и я, и вы, и он понимают, что это я просто так болтаю. На самом деле, конечно же, понятие «все» в современном мире включает какие-то ужасные вещи. И, конечно же, я не буду рекламировать все. Поэтому мудрый ребенок это понимает и мне говорит, а будешь это, а будешь это. И все попадает в точку. Вот сейчас вы уже видели на моем канале рекламу. Это была уборка. Не знаю, что интереснее, мое ненакрашенное лицо или вокруг все красиво. Клининг он мне подогнал. И, в общем, он молодец. Прямо вот в тему, да, у меня канал про уборку. И как заказать клининг, вы можете посмотреть в предыдущих видео. Там название клининг, если хотите кому-то сделать подарок. Например, себе забиваете адрес, время, и к вам приезжают и убирают. Ссылку оставлю. И ювелирку он тоже мне тогда подогнал. Но по-другому не скажешь. Это он сидит и выискивает. Там множество предложений. Ребят, ну все, это действительно все. То есть предлагают рекламировать все, что угодно. Например, он мне говорит, а хочешь выполнять задание? Я говорю, что такое выполнять задание? Я не понимаю. Ты садишься перед камерой онлайн в прямом эфире, и люди какие-то подключаются и говорят тебе какие-то задания, и ты их выполняешь. Я что-то не очень хорошо понимаю, что это за задание. И я не пробовала. И понятно, что если ты попробуешь, ты должен их выполнять. Короче, я вообще в шоке от таких видов заработка. Что это за задание? Мне кажется, что я догадываюсь. Мне ничего хорошего в голову не приходит. Так вот, у меня будет реклама только та, что действительно может вас заинтересовать. Сейчас он мне прислал вчера сайт, я его посмотрела. Сейчас делюсь с вами. Это офигенский подарок, но безумно дорогой. Но я бы такой подарок точно захотела. Итак, я вместе с вами открываю сайт. Что это такое? Это подарок на праздники. Скоро у нас какие праздники? 14 февраля, если он для вас праздник. 23 февраля. 8 марта. Посмотрите, это подарочный сертификат. Его можно выбрать и приобрести. Я вместе с вами смотрю, потому что вчера я толком не смотрела, листанула, посмотрела, что безумно классная идея. И на этом закончила просмотр сайта. Итак, 7 подарочных сертификатов на выбор. В каждом своя тематика и десятки отелей по всей России. То есть вы можете купить сертификат в подарок, и человек получит подарочный сертификат, оплаченный вами, а уже отель он выберет сам, куда он едет. Вручить подарок привозят в красивой упаковке, посмотрите вторая надпись, в фирменном конверте, или просто отправьте по электронной почте. Дальше. Получатель выбирает отель, удобные даты размещения, кроме праздничных, в течение, внимание, двух лет. Круто? Ну, надеюсь, никто не забудет, не отложит, а тот бывает так, что отложит, и вообще пройдет время. Мы получим заявку, забронируем отель на нужные дни. Все, можно собирать чемодан. Ну, понятно, что это очень дорогой подарок, но посмотрите, как же это круто. Называется сайт Куба. Если захотите воспользоваться, то только по ссылке под этим видео. Итак, сертификаты. Смотрим. Выберите один из семи подарочных сертификатов. Что тут за выбор есть? Необычные выходные. 86 необычных отелей от прозрачных сфер до средневековых замков. Посмотрите, 5600 за ночь за человека. Я бы не сказала, что это в рамках путешествия какие-то безумные деньги. Но обычно это, скажем, мы платили 2 тысячи за ночь, а тут какая-то экзотика. Побег из города. Комфортные отели вдали от городского шума. Круто, да? Дальше. Семейный уикенд. 13 тысяч за ночь. Тут уж я не знаю, за человека или за семьи. Гостевые дома. Загородные отели для двух взрослых с детьми. Мы можем нажать с вами подробнее, тогда эта реклама будет бесконечной. Лучше я потом еще раз вам покажу. Отдых во спасение. Смотрите, шутка, да? Во спасение. То есть спа-отели высокого уровня с включенной программой спа-процедур. От 16 и 400 за ночь. Ну, понятно, тут процедуры. Ну, хорошо. Дороговато, но хорошо. Итак, все включено. Первоклассные загородные отели. По системе все включено. Ну, тут без процедур, но зато они, по-моему, крутые. Вот этот вот момент, да? Ой, нажала. Так, нажала. Нет, я не хочу туда погружаться. Вот до такой степени. Я понимаю, что такое высококлассные отели, и вы тоже это понимаете. Дальше. Еще какие есть сертификаты. Две столицы. 16 пятизвездочных отелей в Москве и Петербурге. С доступом в спа-зону. 18 за ночь. Так, вот я вижу пометку наверху. Сертификат для двоих. А вот здесь тоже сертификат для двоих. Вы, пожалуйста, уточняйте сами. 18 за двоих – это ведь немного. Города России. 105 отелей в центрах популярных городов. От Калининграда до Владивостока. Мы понимаем, что это Россия, и мы можем выбирать отели. Да, это не какой-то любой отель, который нам подсунули. А мы выбираем сами, да? И выбираем получше. Вот что я хочу сказать. Сложно выбрать. Не знаете, что? Пройти тест. Давайте, я не знаю, что. Так, ну что у меня тут? Не знаю, как. Не знаю, как. Какой выбрать сертификат? Ребят, не знаю, как нажать. Вот так вот я работаю. Понимаете? Не разобралась, а другим рассказываю. Короче, ваша задача – запомнить, что ссылка под этим видео. Я назову там что-нибудь типа «Отдых». И дальше вы разберёте. Сейчас я ещё смотрю, с каких первых трёх букв начинается уникальный номер вашего сертификата. Выберите и переходите к списку отелей. Вы можете выбрать, как будет называться ваш сертификат. Но это уже так вот для развлечения, да? На самом деле, я думаю, что главное – это выбрать отель. Главное – выбрать отель и выбрать того, кому вы хотите это подарить. А может, вы хотите это подарить своему мужу или своей жене, и вы туда отправитесь вдвоём. Вот, слушайте, вам что больше приглядывается? Мне приглядывается побег из города и, конечно, необычные выходные. Мы очень много с Тёмой путешествовали. Спатель тоже хорошо, но не знаю, смотря где он находится. Я бы вот всё-таки где-то бы на природе в глуши бы хотела оказаться. Ну, может, и в Москве на одну ночку. Всё, заканчиваю, долго болтаю. Девчонки, мальчишки, надеюсь на понимание. Надеюсь на то, что это было вам чуть-чуть полезно. Досматривайте до конца всегда. Ну, всё. Теперь я буду готовиться к следующему эпизоду и покажу вам, наконец-то, ювелирку долгожданную. Спасибо за просмотр рекламы. Поскольку моё лицо попадёт в камеру, я решила привести его в порядок. Нет, но такой шанс выпал, значит, нужно им воспользоваться. На моё лицо сейчас получит крем Би-Би. Он, кстати, очень хорош, но мне некогда его наносить. Вроде бы как на ночь же его не надо наносить, а только он. И он мне вообще не дает в ничем. Вот только ради отсъемок. И в кое-корде было шикшор trails. А вот и вскрыg险ей. Я не могу поставлюсь. Какая шанс выпал, он был уникальный. Би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би. Би-би-би-би-би- продюсчета… И познания ему остались. Ольхвела сжим-би-би-би-би-дь. И ты, что-то булк-пи-би-би. При помощь, он мут-би-би-би-би-би-би-би. все вроде бы смотреть можно а слушайте давайте наверное эта дрель это прекрасное прекрасное дополнение это ремонтные работы в дневное время давайте отдельном видео хорошо вот сейчас прям записываю и сразу же выйдет этот ролик кому-то интересно, кому-то не интересно сейчас будет распаковка соколов кому не интересна распаковка соколов всех люблю, всех целую пока-пока, не забудьте поставить лайк